Трендчарт Лайк ФМ. Все, что будет на хайпе завтра, уже сейчас в эфире Лайк ФМ и нашем плейлисте Трендчарт Лайк ФМ на Apple Music. Так, ну, в принципе, вы заметили, как изменились чарты в этом году? А даже не в этом году, а этой зимой. Там, в принципе, половина людей, которых я даже не знаю. Но если мы говорим про чарты ВКонтакте, Яндекс, да даже Apple, на самом деле. Ой, а мы, наверное, не можем говорить ВКонтакте. Ну, что страшно, я это вырежу, ничего не переживай. Как сильно изменились чарты. Но меня радует, что старички, старички все-таки остаются там на первых местах. Дорогие вы старики. Ну, я имею в виду вот Асти, Егор Крита, кто у нас там еще из старичков. Подожди, я видел твои видосы, где ты с Аней обнимаешься. Да, да. Ну, а знаешь, что ее старушкой называешь вот так вот, типа, в других местах? Нет, 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 я имела в виду, я имела в виду старожек. Ты закапываешь себя все глубже и глубже. Не надо, не надо, она суперкрасотка, я говорю именно про музыку. Удивило, как раз, когда мы начали говорить про Асти, это распад Артикасси, потому что изначально я влюбилась в эту группу, когда они были вместе. Я слушала, наверное, лет пять я точно. Какая это любимая песня у них? Слушала эту музыку. Девочка, танцуй. Мне вообще тоже в голову пришло. Да, это, конечно, самые такие популярные, самые заезженные, но я вообще-то их слушала, когда они еще не были мейнстримом. В караоке их поешь? Конечно, как выпью пару бокальчиков, так сразу начинается. Ну, там еще бывает вишневая девятка или такая по серпантину, но Артикасси тоже присутствует в этом списке. Ничего себе. Вот, и, конечно, я прям обалдела в этом году, расстроилась. Вот, но сейчас продолжаю слушать ребят, ну, больше Аню, конечно. Просто влюбилась, на самом деле, я в эту группу из-за Ани, из-за ее голоса. Ну, на вья вообще никакого интересного нет. Ну, почему? Ну, скажи хотя бы парочку, троечку. Вот эти все рэперы, рэперы. Вот эти все, да, сейчас... Видел песню новую, которая... Да ладно, я все решу, да ладно, не кипишу. Не уверен. Так она там сейчас на десятом или на седьмом месте выпле. Да. Она в ТикТоке взорвала все чарты. И вот какой-то чувак, я его до этого не слышала, сейчас все начинают слушать его песни, его треки старые поднимаются в чарты. Вот, ну, он такой интересный, перспективный мальчишка, перспективный. Мы поговорили про чужую музыку, давай поговорим про твою. Ну, давай попробуем. Ой, такая, типа, не хотела. Я на самом деле, как бы, ну... Я пришла послушать хорошую музыку, но если моя туда вписывается, то давай. Слушай, ну, конечно, вписывается, но я согласен, что это такое отдельное направление музыка тиктокеров, да, музыка блогеров. Вот, наверное, так, согласитесь, об этом уже можно, наверное, говорить. Да, можно, но вот мы сейчас, на самом деле, пытаемся немножечко от этого все-таки уйти, от этого клише, потому что до этого мы делали музыку прямо под тикток. Ну, естественно, да. По-другому как, мы изначально, мы только это и знаем, то есть, и музыка была по типу, хей, чтобы можно было снимать тренды, и сейчас все ребята расходятся как-то под направлением, кто-то идет больше в рэп, кто-то хочет делать попсу, кто-то хочет делать больше такую рок-версию. Референс, есть у тебя какое-то вот, типа, я бы хотела, как, вот, м, или а, или как? Ну, изначально я, в принципе, не думала, что я когда-либо буду записывать песни, но, так как я девочка, и я очень люблю слушать грустную музыку, по типу, как раз таки, Мэри Гу, вот, Артик Аси, из девочек Аси. То есть, меня вот прям такое вдохновляет Лера, вот просто Лера сейчас есть, это, знаете, песни для девочек, подростков, которые про любовь, которые помогают иногда что-то пережить, иногда, наоборот, вгоняют в какие-то мини-депрессии, ну, этого не хочется, конечно, делать свою музыку, но... A little bit depression. Yes. A little bit. Yes, но все-таки такое происходит. Ну, вот хочется сделать что-то такое, знаешь, падиковское для девочек, я бы так сказала. Ух ты! Такое, если сейчас для олдов будет шутка, фактор 2 с косичками, если ты понимаешь, в чем я говорю. Походу реально для олдов. Окей, ты сама сказала про подростков, у меня первая ассоциация сейчас, это, конечно, сериал Эйфория. Эйфория, да. Второй сезон сейчас, ты смотришь его? Мы с девочками пересматривали сейчас первый сезон, да, прям всем Dream Team, девочкам собирались, девичник. Сейчас посмотрели первую серию только второго сезона, но все впереди, все впереди. Сейчас будет странный вопрос, странный вопрос, но вот смотри, если бы тебе позвонили, значит, шоураннеры и сказали, Ань, у нас там влетает актриса, точнее, ты можешь выбрать, выкинуть любую актрису из сериала и сыграть этого персонажа. Кого бы ты хотела в Эйфории сыграть? Блин, наверное, это была бы... О, я забыла ее имя. Девочка такая светленькая, она еще встречается с темнокожим мальчиком, она вот аборт сделала в первом сезоне. Чисто потому, что Ру, ну, тяжело сыграть наркоманку, когда ты ни разу не пробовал наркотики. А у меня не такой богатый актерский опыт. Вот, а потом Джулс, но она вообще трансгендер, и туда, как бы, наверное, мне не по пути. Вот, а вот эта девчонка, она, у нее клевый персонаж, она раскрывается в процессе сезона, у нее тяжелая жизненная ситуация, тоже мать алкоголичка, вот она всячески... Вот, я бы очень хотела сыграть, давайте загуглим, как ее зовут, у нас на эфир. А есть какое-то стандартное такое приветствие, о котором, типа, вот ты говоришь, и сейчас сразу понимают, а, это вот Аня. Всем привет, с вами я, Аня Бокров, и это новое... У меня есть новостной канал просто. Да, да, да. И как же там еще... А, всем приветики-беретики, есть у меня еще вот такое вот приветствие. Всем привет, авокадики, с вами Аня Бокров, и там дальше все понимают, да, о ком это говорится. Ну, отчасти мы с тобой коллеги, потому что в свободное от ренчарта время я тоже рассказываю лайк-ньюс на лайк-фм, поэтому, да, в новостях мы с тобой как бы, да, здесь соприкасаемся одинаково, а вот это тебя в жизни, вот, допустим, не напрягает, нет тебе такого, что ты приходишь с друзьями, встречаешься и такая, так, ребят, сводочка новостей, я вот недавно выучила, прочитала, у тебя не бывает такого? У меня бывает в жизни такое. У меня бывает скорее наоборот, что меня напрягает периодически снимать новости, потому что я все-таки делаю новости про блогеров и, в принципе, шоу-бийских тиктокеров, и я уже неоднократно это говорила, но меня постоянно все обижаются. Вот я про кого-то скажу в новостях, и все сразу такие, да, Нюта, а можно было не рассказывать? Я думаю, ну как не рассказывать? Я же новостник, это моя работа. Вот, но, то есть, меня это немножечко напрягает каждый раз, я не хочу ни с кем ссориться, не хочу ни с кем ругаться, я такой человек по жизни неконфликтный, и меня это расстраивает даже, я бы так сказала. Много раз думала, может быть, все, может быть, не нужно мне это, но потом миллион моих подписчиков на ютубе сказали... Надо, Аня, иди и делай. Аня, иди и делай нам новости. В этой связи, не думала ли ты когда-нибудь переехать на серьезный какой-то федеральный канал и, например, да, там, вот как бы решить, там, Аня повзрослеет, через 20 лет такая, все, теперь я вместо Екатерина. Екатерина Андреева на Первом канале буду вести новости. Кстати, почему бы и нет, действительно, у меня будет семья, дети, а это уже стабильная оплачиваемая работа. А это плана 20 лет, у тебя уже запрограммировано, ты точно знаешь, что семья, дети уже будут к этому времени? Я очень на это надеюсь, я очень хочу. А так, почему бы и нет, правда, тем более, федеральный канал, я говорю, стабильная работа, вся страна, узнаваемость, ну, опасненько, конечно, с политикой связано. То есть, мало узнаваемости в смысле? Ну, вы телевизионные, не так, очень много. Мне кажется, к тому времени наоборот будут уже, во-первых, через 20 лет подрастет твоя аудитория, и они пересядут от экранов того же самого ютубчика к экранам телевизоров. Дождь, а ты думаешь, через 20 лет еще будет существовать телевизор? То есть, не перейдется в интернет-телевизор? Не знаю, мне кажется, да. Слушай, ну, потом, я тебе объясню свою простую позицию. Netflix, где сейчас? В Супертопе? В Супертопе. HBO, где? Все там же. Телеки выпускают с кнопками переключения на Netflix. Ну, подожди, я смотрю на планшетики Netflix. Ну, и ты смотришь на планшетики. А взрослые дяди смотрят на телевизоры. Которые получают миллионы, миллиарды денег смотрят на телевизоры, конечно же. Поэтому мне кажется, что все просто пересядут вот туда и будут смотреть там. Ну, может быть. А, прикиньте, реально сделают огромные-огромные-огромные компы, где... Ну, так и так сейчас они есть. Ну, это уж фантастика, конечно. Такое вряд ли случится. А, я не знаю, наверное, тебя спрашивали об этом много раз, но я тоже спрошу. Вот, в последнее время есть такое ощущение, что блогеров можно назвать беспринципными людьми. Беспринципные, прям как, да? Прямо как сериал. Да, написанные по книге кого? Цыпкина. Цыпкина. Вот, но я подругое. Вот, правда, есть какие-то принципы, есть какие-то ограничения и границы, которые ты никогда в своей жизни не перейдешь. То есть, на чем не будешь пиариться, про кого не будешь рассказывать, какие тайны не будешь выдавать? Ну, конечно, у меня много достаточно границ, особенно все, что связано с интернетом. Ну, я не хочу никаких пиар-романов, я не хочу никаких грязных хайпов, я не хочу рекламировать обман, ставки и так далее. Я постоянно об этом говорю и надеюсь в моей голове ничего не перещелкнет и через пять лет ничего не изменится. То есть, я переживаю все-таки за образ в интернете и, в принципе, за свое потом самочувствие. То есть, я все равно в ответе за то, что я делаю, вот, и не скажу, что блогеры беспринципные. Мне кажется, мы, наоборот, очень много думаем о своей аудитории и нас смотрят дети, много детей, и также их родители. И вот это, кстати, давит больше всего. Ты реально понимаешь, что алкоголь, там, мат, при том, что мы все достаточно взрослые уже люди, да, ну, взрослые подростки, так сказать, но ответственность огромная. И поэтому ты иногда, ну, не иногда, ты, в принципе, следишь за своим контентом и пытаешься его подставить под какие-то рамки постоянно. У нас так много рамок, в принципе, в России, а тут еще ты чувствуешь личную ответственность. Ну, то есть, нет вот этой вот неограниченной тяги к безумным заработкам, типа, и деньги не решают все? Деньги абсолютно не решают все. Мне папа всегда говорил, что деньги — это просто способ комфортного существования. Он меня с детства причал к тому, что деньги — это не главное, деньги — это не главное, нельзя купить все за деньги. Я постоянно в детстве, лет до 15 спорила со всеми реально, в компании приходила, и пацаны такие, бабки. И я сидела на серьезке и пыталась кому-то что-то доказать. Потом поняла, что это бесполезно, каждый все-таки сам выбирает, как ему жить и как ему мыслить. Но я скажу, что блогеры, они скорее беспринципные в плане жизни. То есть, мы не думаем про деньги, мы думаем про эмоции. Мы реально совершаем какие-то странные поступки, которые не понимают другие люди, не понимают взрослые, уж тем более. Милохин и Бабич его стоят. Ну, то есть, с ними поехать на отдых — это потом от отдыха отдыхать еще неделю, серьезно. Ну, вот ты ощущаешь вот это давление и постоянный вопрос отцы и дети. То есть, ты чувствуешь какой-то разрыв и непонимание со стороны старшего поколения? Периодически — да. Но я не скажу, что всегда. К нам все-таки приезжает много звезд, и я общаюсь со своими родителями, со родителями своих друзей. Они все все равно поддерживают и говорят, давай, давай, молодежь, меняй меня этот мир. Но все-таки, конечно, присутствует такая чуточка давления. Ань, слушай, вот есть такой вопрос. Еще бы взрослый, получается, вопрос. Я даже сам сейчас в голове себе его сложил и понял, что не знаю на него ответа. Может быть, ты знаешь на него ответ. Если куда-то инвестировать свои деньги, а у тебя наверняка есть свободные средства какие-то, куда бы ты их вложила или уже вложила? Да, мы, кстати, с ребятами в прошлом месяце задумались серьезно над этим вопросом, потому что нас все-таки со стороны всегда тыкают и говорят, ребята, вы сейчас просрете все свои деньги, все свою молодость, и мы решили реально вложить свои деньги в инвестиции. Да, нам помогают в этом люди. Беру блокнот и ручку. Специальные. Куда? Ну, это будет как реклама, я не знаю, так важно говорить. Нет, ты не говори название, ты говоришь просто это инвестиции. А да, это банк, то есть там есть инвестиционный фонд, и там есть люди, которые помогают этим заниматься. Помогают потратить твои деньги. Это очень хороший религий. Ну нет, наоборот, специально обученные люди, которые помогают их сохранить и приумножить, потому что мы-то в этом все-таки не сильно разбираемся, но я уж тем более, и как будто бы у меня нет времени и сил постоянно заниматься этим. Этим нужно реально жить и следить за долларом. Ну то есть ты как раз из тех людей, которые хранят деньги в сберегательной кассе. Ну, грубо говоря, ты не делаешь себя к Майвезер, там, кровать из денег, или у тебя дома есть... Я всю жизнь хранила деньги в банке, вот обычной, вот этой стеклянной, серьезной, да. Сначала она была маленькая такая баночка, у меня было написано «Коплю на мечту». А потом, когда я даже уже приехала в Москву, я все еще держала деньги на личико, яники, банки, там вот это все слишком сложно. А сейчас у меня половина денег лежит просто на ИП, я такая, вот там их храню, так сказать. А вот половину денег все-таки мы решили попробовать себя в инвестиции. Расскажи мне, интересно, это маленькая, самая первая маленькая баночка на мечту. Что это была за мечта и смогла ли ты ее купить? Да, я вообще изначально очень сильно хотела переехать в Питер, начала копить 16 лет, вот работала официанткой, когда складывала чаевые, у меня было написано «Коплю на мечту» и фотография, не фотография, а карточка такая из Санкт-Петербурга. Вот, но потом я частенько ездила в Питер, я жила там и месяца три, и что-то передумала. Все-таки решила в Москву, потому что здесь все-таки больше возможностей, и тем более для нас в такой творческой сфере. Вот, а потом я копила на машину, да, машину купила, первую еще в Волгограде. Сама? 250 тысяч. Угу. Киево 2010 года на механике, все, у меня все. Быстрый ответ, сейчас, по истечению определенного количества времени. Что больше, любовь, Москва или Питер? Волгоград. Еще будет такой вопрос, с одной стороны простой, с другой стороны очень сложный. Давай попробуем. Аня, ты все-таки сейчас на стороне сноубордистов, а не лыжников. Так получилось, что да, с лыжами как-то у меня не сложилось. Напротив тебя лыжник, и я от лица всех лыжников хочу призвать тебя к ответу. И попытаться разобраться, поставить, по крайней мере, в твоем случае точку над «и», разобраться, почему все-таки сноуборд. Короче, первый раз, когда я приехала на горнолыжку, я как раз-таки взяла лыжи, на секундочку. Но я не брала инструктора, точнее, он какой-то у нас там на Донбай попался левый, ничему нас не научил. Инструктор ненастоящий? Ну, знаете, те самые, которые бабки грибут, которые в кацинку нет. И я, короче, пару раз катилась со склона, поняла, что ноги у меня в этих лыжах путаются, я просто падаю. Ну, то есть, меня не научили, по сути, а зам. А он, в смысле, он просто дал тебе лыжи, сказал все-таки, катись? Ну, он такой, говорит, вот так вот, треугольничком ставь, на тормозах катись, а дальше там сама, если что. Вот. Я такая, ну ладно, ладно. Фраза потрясающая. Дальше сама, если что. Вот, и у меня ноги в этих лыжах путались, короче. Я так ничего не поняла. Следующий год поехала, мне друзья говорят, попробуй борт, если с лыжами не сложилось. Это как будто ушла от бывшего, но этот лучше, этот явно лучше. Так. Вот, и я также без инструктора, но там друзья уже умели кататься, они мне, в принципе, показали азы, я так, ну, это намного проще, и все, и как-то вот с ноубордом у меня отношения сложились чуточку лучше. Но я бы хотела на лыжах научиться кататься, реально хотела бы. Тебе вернуться к бывшему, да? Блин, я вообще к бывшему не возвращаюсь, но к лыжам бы попробовала, потому что, во-первых, это безопаснее все-таки. Верно, это так. И быстрее можно развивать скорость. Тоже согласен. Ну, прикольно, я бы очень хотела. У нас Даня вот катался сейчас на лыжах, он в восторге. Просто летал там как сумасшедший. И прям очень понравился мне на лыжах. Я тоже как лыжник согласен со всем, что сказала. Я просто поддержу лыжников, потому что борт в какое-то время стал суперпопулярным. Суперпопулярный, да. Но лыжи реально круче. Так что возвращайся в наш стан. Вообще про экстрим. Расскажи, пожалуйста, каким еще экстрим ты уже пробовала заниматься в жизни? И чем попробовать хотела? Ой, ну я много чего, в принципе, уже сделала за свою короткую жизнь. Я сгибаю пальцы, поехали. Давай, я прыгала с банджи. Есть. Ну, очень много раз. Прыгала с парашютом. Есть. Летала на параплане. Летала на параплане с лебедкой, летала на таком, который свободный параплан. Есть. Ну, вот на парашюте над этим, это не считается над морем. Ну, вот как раз-таки я занималась серфингом, занималась сноубординг, каталась на сноубординг. Блин, что еще интересного делала? Дайвинг. Дайвинг не пробовала, но хочу. Я каждый раз, когда приезжаю в такие страны, мы были на Мальдивах, на Сейшелах, нам предлагали, вот, но там нужно пройти долгое обучение, а там, где не нужно проходить долгое обучение, вот это меня еще больше смущает. Вот, и я такая, я погружусь и не всплыву, типа, почему-то пока с дайвингом я не особо дружу. Ну, уж с профессионалами, на самом деле, можно начинать в Египте, как ни странно, там, это не реклама. У меня мама сейчас в Египте. Там, правда, очень классный дайвинг. Надо ей позвонить. Мама. Мама, я вылетаю, да, да. Бери баллоны, ныряем. Ну, что-нибудь хорошее пожелаем нашим слушателям, твоим слушателям. Анечка, пожалуйста, что-нибудь всем нам скажи в эту пятницу, заряди нас на выходные, чтобы мы все улыбнулись и порадовались. Ребята, всем отличного настроения, как можно меньше думайте головой, как бы это странно не звучало. Живите эмоциями, чувствами, мечтайте. И я вот сейчас в ТикТоке увидела отрывочек, мне так понравился. Смотрите, представьте, что жизнь — это просто ваш блокнот или старый дневник, куда вы записали свою мысль. И вот если вы сделали там ошибку, просто зачеркните, а лучше вырвите листок. Всегда же можно дальше начать с новой странички, с нового листа. Клевая фрага. Мне кажется, все сказал. Все заговорились. Клевая, мне кажется, позиция по жизни. Вот всем желаю прожить всю жизнь так, чтобы не боялись ошибок и делали что-то новое и мечтали. Не купите новый блокнот вообще. Обожаю новые блокноты. А лучше несколько. Вдруг много ошибок придется делать. Спасибо большое, это была Ня Покров. Тренд-чарт Лайк-ФМ. Все, что будет на хайпе завтра, уже сейчас в эфире Лайк-ФМ. И в нашем плейлисте Тренд-чарт Лайк-ФМ на Apple Music. Лайк-ФМ.